Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова сегодня текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В Якутии за сутки выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе в городе Якутске выявлен 21 новый случай, 3 случая в Кангаласском районе. По два случая в Амгинском, Верхневилюйском, Ленском, Мегинокангаласском, Мирнинском, Намском, Нерингринском, Оленюкских районах. И по одному случаю в Алданском, Нюрбинском, Сунтарском, Уссалданском, Чуропчинских районах. Сотрудниками санитарных служб, а также медицинскими работниками вместе с органами местного самоуправления выявлены все ближайшие контакты. И соответственно изолированы все, кто является больными, а получают соответствующую медицинскую помощь. За последние сутки у нас подтверждены, к сожалению, два летальных случаях именно от новой коронавирусной инфекции. За сутки лабораториями республики проведено 1165 исследований на коронавирус. С начала эпидемии количество тестирований нашими лабораториями обработано 365 375 тестов и исследований, которые были сданы. Вчера глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подписал указ об санитарно-эпидемиологическом благополучии на территории республики Саха-Якутия в условиях начала образовательного процесса. С 1 сентября 2020 года в республике Саха-Якутия начинается образовательный процесс по новым правилам. Фактически по традиционной форме образовательный процесс начинается во всех муниципальных образованиях. В тех муниципальных образованиях, в которых по количеству учащихся не являются достаточными площадью, соответственно, будет применяться очно-заочная форма. Сама заочная или так называемая дистанционная форма может применяться только в двух случаях. Если решением оперативного штаба наслега района или республики в населенном пункте объявлен карантин. И может быть непосредственно исключительно дистанционная форма у класса, если в классе выявлен заболевший больной. То есть вот на сегодня такова схема, по которой пойдет обучение в наших школах. Обязательными будут являться также требования по термометрии и по как можно большему разделению потоков детей в пределах одного учебного заведения. С 1 сентября мы планируем к открытию и детские сады республики. Соответственно, с теми же правилами, которые предписывает сегодня управление Роспотребнадзора республики. Мы говорили, что сейчас началась кампания вакцинирования против гриппа. Говоря о кампании вакцинирования против гриппа, первые эту кампанию проходят у нас непосредственно медики. Затем в последующем определен график при поступлении новой вакцины. А значит именно против гриппа по добровольному согласию вакцинирование пройдут школьники, учителя, врачи. Но в целом население. Каждый по своему плану диспансеризации или плановому осмотру в наших учреждениях здравоохранения. Необходимо обратить внимание сегодня и на ситуацию во многих отдаленных населенных пунктах республики, особенно на севере. Начинают возвращаться люди непосредственно с отпусков. У меня огромная просьба в том числе к главу муниципальных образований вместе с учреждениями медицинскими отслеживать и предупреждать людей о необходимости применения и использования мер безопасности при приезде из других населенных пунктов. Для того, чтобы все-таки не нарушать вот эту вот чистоту самого населенного пункта и для того, чтобы соответственно как можно меньше было ковида на территории нашей республики. Спасибо большое.